приветствую всех на моем канале начинающим кулинаром но из кокс сегодня последний рецепт в этом году это праздничный новогодний салат который называется пенек приготовиться он конечно же сложновато с точки зрения много времени нужно так в принципе может приготовить вот даже начинающий кулинар но мне кажется он стоит этого идея я подсмотрела в интернете как можно оформить таким образом салат а начинка это уже моя эксклюзивная и так нам понадобится как всегда все будет в инфобоксе две луковицы на 45 персон лук необходимо нарезать нарезаем мелко и после того как нарезали лук мы его еще ножом изрубим чтобы он получился сочнее здесь нам нужно поскольку мы лук будем мариновать чтобы лук выделил сок и вот после того как мы нарезали весь лук мы его начинаем ножом острым ножом рубить и лук выделяет сок после того как мы лук порубим мы его сложим в мисочку вот такими движениями лук руби теперь нужно сложить лук в миску и нужно замариновать лук для маринада нам необходимо соль по вкусу на 2 луковицы достаточно пол чайной ложки или три четверти чайной ложки кто как любит соли и полную чайную ложку сахарного песка и яблочный уксус у меня две чайные ложки затем кипяток и заливаем весь лук в кипятке и отставляем его на 10-15 минут для того чтобы лук промариновался теперь нужно куриная грудка опять-таки исходите из количества порции я взяла две крупные грудки разрежу и порежу на маленькие кусочки малое филе большое филе теперь нужно измельчить кусочки будут маленькие и также замаринуем мы курицу для маринада соль перец можно сразу обжарить курицу со специями а можно замариновать здесь каждый выбирает сам как ему удобнее можно налить на сковородку масло после того как подогреется выложить курицу и положить сверху специи и специи подойдет адыгейская соль подойдет черный перец молотый или смесь перцев непременно паприка под копченая нужно нужно чеснок сушеный а также любые душистые травы это может быть прованские травы итальянские травы пока у нас обжаривается курица мы натираем сырую морковь на терке и будем обжаривать морковь на оливковом масле нужно обжарить морковь можете добавить немного соли морковь тем временем мы открываем грибы консервированные или маринованные и сливаем рассол через дуршлаг или сито самые красивые грибочки отбираем для украшения на пять порций понадобится две банки грибов грибы могут быть любые опята сорти красивы смотрятся когда комбинированы 22 хотя бы вида грибов самые маленькие грибочки я отобрала для украшения а остальные грибы после того как мы их сцедили маринад мы порубим и вот мы измельчили грибы откладываем все в сторонку тем временем берем миску в миску и вбиваем яйцо слегка посолим яйцо добавим молока 250 миллилитров молока и около 300 грамм муки и у каждого мука своя все перемешиваем венчиком постепенно вводим муку делаем тесто для блинов у нас все готовится параллельно когда я говорила что сложновато я имела ввиду долго занимает время украшения салата а так в принципе он готовится быстро мы жарим блинчики надеюсь не нужно объяснять как их нужно жарить и у нас должно получиться 11 блинчиков складываем стопочку и отправляем остывать тем временем берем блюдо на котором будем собирать наш салат берем любую форму кольцо смазываем маслом выставляем на центр блюда и начинаем прямо слоями укладывать продукты я натерла 1 отварную картофелину разровняю ложечкой и все будем заливать майонезом картошку слегка присолили майонез можно через кондитерский мешок и делать сеточку а можно прямо из упаковки и ложкой распределить второй слой это прожаренная курочка также мы ее трамбуем как следует утрамбовываем каждый слой нужно утрамбовать смазываем майонезом затем отправляем обжаренную морковь одну столовую ложку каждого вида слоев мы оставляем теперь идут грибы после грибов мы также все утрамбуем ложечкой и сверху положим лук маринованный также немножко оставляем по столовой ложке мы оставляем каждого продукта сверху мы натерли на крупной терке 4 отварных яйца уложили и притрамбовали также сверху майонез и вот в таких в таком виде нам осталось положить лишь кукурузу консервированную банку кукурузы и отправляем на полчаса в холодильник торт а тем временем остывшие блины будем нарезать на полоски где-то 6 блинов сначала мы нарезаем на полоски толщиной 1 сантиметр и начинаем сворачивать смазывая майонезом можно делать чистыми руками зачерпываю на палец майонез и вот так сворачиваю розочкой таким образом мы свернем большую розочку выкладываем из кольца салат сверху располагаем розочку и сейчас напополам будем полосочками также эту розочку докладывать а половинки блинов разрежем вымерим вышину салата и половинки блинов уду уйдут нам то чтобы боковина закрыть вот таким образом мы сделали пенек а теперь то что мы оставляли по столовой ложке мы выкладываем 3-4 кучки это будет у нас корни и также блинами эти корешки закрываем теперь осталось лишь украсить все грибочками и зеленью укропа и петрушки я делала два таких салата и покажу два способа вот здесь у меня один вид грибов опята вот так получилось когда же несколько видов грибов повторюсь этот салат выглядит красивее согласитесь стоит повозиться для того чтобы на новый год подать вот такой шикарный салат второй салат с двумя видами грибов перед вами поздравляю всех с новым годом всем здоровья и счастья удачи до новых встреч в новом году всех благ